Всем большой привет! Вы на канале Вечное Лето, и сегодня будет влог с нашим переездом! Прощаемся со старой квартирой, с нашей однушечкой, которую многие называли студией, но это однушечка! Вот, вчера мы с Сашей так посидели, сгрустнули, вспомнили все хорошее, что здесь было, и заметили такой момент, что везде, где мы жили вместе, мы вот из этих мест никогда не хотели уезжать. Прямо со слезами, что со съемной квартиры, что от родителей, со слезами, что из Таиланда, что здесь. Вот, как Саша сказал, слово все, это все, и у меня сразу слезки. Сегодня у нас новоселье вдвоем, мы везем часть вещей, кота собрали, все необходимое, и через несколько дней делаем новоселье с родственниками, а потом еще родители к нам приедут. Короче, ваши тут насыщенные влоги, будем исправляться за все, что мы не снимали. Ленились, не снимали, были так загружены, вообще устали очень сильно, кто делает ремонт, кто нас поймет, это все-таки стресс. Смотрите, что у нас здесь происходит, специально ничего не вылизывали, не убирали, вот как есть, такова жизнь, там у меня сохнет простынь, постирала уже все, не будем спать на этой кровати. Пойдемте на кухню покажу, цветы орхидеи, я дам маме, потому что ей нравятся орхидеи, а мне уже нет. Как вы можете заметить, я не очень за ними слежу, она за ними следит, она знает, что с ними делать, вот и пусть делает. Арбуз, кстати, не знаю, сейчас заберем его или нет, тут, ну, немножко осталось, это следующая уходка, потому что сейчас едем с котом, все не успеем забрать, кстати, мистер кот, Кюрсей, дай пять, дай пять. Вот, мы постригли коготки, но у него плановая была стрижка ногтей, ой, ой, милка, посмотрите, он не хочет уезжать, вычисли его, его что-то сейчас тошнило, поэтому он не в настроении, я не знаю, почему, то ли корм не зашел, ну, прям какой-то злой. Я уже испекла коржи, это наш семейный рецепт медовика, это для новоселья с родными, испекла заранее, чтобы, ну, знаете, в последний день все не делать, они могут неделю спокойно лежать в холодильнике, как раз я потом сделаю крем, все это пропитается, и будет вкусный торт, он будет двухъярусный. Что еще? Ну, взяли таблетки, лекарства всякие, которые мы сейчас пьем, из вещей. Пойдемте покажу, что мы берем, два чемодана. Первый раз мы собираем чемоданы и никуда не едем, вот, остаемся в Саратове. Два огромных чемодана, коробки, еще пакеты, еще рюкзак, и это при условии, что мы уже неделю возим вещи, туда-сюда, мы живем на две квартиры, у меня неглаженная кофта, потому что утюг мы уже увезли, вот, у меня нет нормальной расчески, какой-то дурацкой расчесываюсь, потому что мы ее уже увезли, я уже Саше говорю, давай скорее, все, увозим, уезжаем, переезжаем, все, пора, уже и так долго это дело длится, а сейчас найдем еще кошачью игрушку, лоток, еда, вроде все. Все, оделись, увозим чемоданы, сейчас раздолье, нам не страшен перевес, килограмм 35 в одном чемодане у нас, Саша говорит, таким тяжелым они никогда еще не были, вот, посмотрите, сейчас мы берем товары первой необходимости, так сказать. Там еще дофига всего перебирать нам придется, там что-то... Да, просто нахватали то, что нам нужно на первое время. Это, наверное, что они перевезли, откуда столько всего вообще? У вас тоже столько барахла? Или вы как-то научились разумному употреблению? Мы пока вот в процессе. Если бы мы не покупали все вещи, которые у нас здесь есть, мы бы еще одну квартиру купили. Не сыпь мне соль на рану, не хулигань со мной. Вот, а кот тем временем обиженный сидит, он уверен, что мы уезжаем. Он всегда так сидит, когда мы уезжаем. Типа такой, опять уезжает, а меня оставляют, тоси-боси. Даже, видите, он кусается. Или у него переходный возраст. А на самом деле он переезжает с нами, он просто этого не знает. Мы сейчас в машину вещи погрузим, а его, ну, поднимемся еще раз и возьмем кота. Перси, не обижайся. Ты тоже с нами едешь. Эй, ну, улыбочку, улыбочку. Все, видите, такой обиженный, обиженный. Думает, что мы все, прощаемся. Сейчас все это будем таскать входками к лифту. Мы всегда так делаем. Наберем побольше и все несем. Ну что, квартирка, пока больше мы здесь ночевать не будем. Спасибо тебе за все. Мы тебе очень благодарны, что ты нас приютила. Но нужно двигаться дальше. Наверное, все-таки это странно, говорить с квартирой, прощаться с ней. Не знаю, как-то это принято тогда. Есть у вас такое? Напишите. Потому что каждый раз, когда мы уезжаем, мы благодарим это место, как будто оно живое. Вот есть такое ощущение, да? А вчера ты еще пил. С грусти напились вчера. А сейчас уже все, сейчас как стекло, поедем. Все, Персей едет в новую квартиру. Мы его погрузили. Он даже, кстати, не мяучит, не боится. Но посмотрим, как он проживет в новой квартире. Повторяется ли ему? Персей спокойно сидел в машине. Даже не пикнул. Мы думаем, ему просто надоело уже сидеть в той маленькой квартире. Он думает, куда угодно, лишь бы выйти. Персей, ты готов? У нас, кстати, лифт, видите, он еще обклеенный. Потому что дом сдался относительно недавно. Еще не все сделали ремонты. И тут можно много интересного узнать. Как истел газета. Я столько уже прочитала интересного. Персюша, ну, ты готов? А вы пока можете посмотреть наш этаж. Здесь такие золотенькие стены. Какой-то лимонный крем, будем так называть. А можно, кстати, здесь выйти. Вот. И там будет запасной выход, да? Угу, заестница. И мне что, нравится здесь дверь дополнительная? И нет шума от лифта. Ну что, как говорится, первым в дом должна зайти кошка. В данном случае. Кот? Перси, давай, чтобы ты пересек порог. Добро пожаловать. Это твой дом. Ну да. Твои владения. Ой, ой. Да, все, это теперь твоя территория. Ты будешь нас охранять. Не-не-не-не-не-не. Ну смотри, пошел вперед, хорошо. Ага. Ну так. Вроде нравится. Нет, нет, я, пожалуйста, переноску. Все. Алексей, обратной дороги нет. Давай. Давай, давай, не туда, туда. Ну давай переноску занесу. Вот все, вот тут переноска. Сердце стучит позже. Пойдем тоже вместе. Боже, сердце колотится. Посмотрел, ничего. Пойдем, пойдем. Сзади. Знакомый. Вот, все, полочка. Полка клевая. Сердце будет сидеть, наверное, до завтра. Угу. Персюня, не бойся, не бойся, зайка. Тут нет других котов, здесь нет собак. Никого, только ты. Смотри, как ему интересно. Наконец-то в жизни случилось что-то. Событие. Угу. Ура. Да, Персюня? Представляешь, какой для него шок? Угу. У него был целый мир там. А теперь тут нос ломаешь, сколько мюхать надо. Гардероб пошел смотреть. На это куча света. Что там? Что там? Давайте. Реакция Персея на новый дом. Персюша, ну-ка. Так, скажи так, тут все понятно. К маме пришел. Ой, ярковат. Это называется любопытство и страх. Он так приживается к земле смешно. Ли-ди-ди-ди-ди. Персей, куда спрятался? В самый угол. Спрятался, да? Это вот еще не самое интересное. Там дальше будет интересно. Он изучает помещение, что как устроено. У него карта в голове теперь. Причем, посмотри, как зазырные ноги приспущены. Да он весь приспущенный. Та-дам! Добро пожаловать, кот! Ой, он сливается с ламинатом. И вот так и не заметишь. Диван! Диван не драть, сразу говорю. Давай сразу договоримся. Заключил с тобой соглашение. И вазы тоже желательно не валить. Ну так он быстро освоился, сразу начал гулять, изучать. Ну да, он думает, где спрятаться, мне кажется. Что он делает? Ты куда, Персей? Все, теперь будет за диваном сидеть в ближайшие три часа. Сейчас мы пойдем носить вещи. Пока можете посмотреть, как выглядит квартира вечером. Когда уже нет дневного света. И работает только вот такой от лампочек искусственный свет. Вот выключил верхний вот этот выключи. Трековый, да. И останется у нас вид на кухню с подсветочкой. Светочка, подсветочка. Подсвечка. Вот, и вечером здесь, конечно, особая атмосфера. Очень красиво. Пойдем еще в комнате покажем, как панорамные окна подсвечиваются вечером. Потому что мы, когда снимали обзор, там не было видно, как именно вечером работает подсветка. У нас вот здесь включается она. Тадамс. Вот. Сейчас уже можно ощутить эту атмосферу. Как здесь будет, когда вот включил вот эту подсветку панорамных окон. Очень уютно, красиво. Романтично. А еще нам сделали римские шторы. Сейчас тоже давайте. Их сделали в тот же день, когда мы снимали обзор. Пришли чуть попозже и повесили. Ну, такие они серенькие. Ну, вроде вписываются красиво. А еще мы с Сашей сегодня устроим праздник для нас двоих. У нас есть шампанское, у нас есть закуски, у нас даже есть десерт. Так что это, если не захотим перебирать вещи, сразу начнем веселиться. Или же что-нибудь разберем и потом с чистой совестью повеселимся. Да, ну, кот. В нашей квартире кота не найдешь. Вот он иногда заныкается, мы реально не можем его найти. А здесь, мне кажется, вообще можно попрощаться. Мы будем пересекаться только на завтраке и на ужине. Мы, кстати, с Сашей предполагали, что подоконник будет любимым местом кота. Так оно и вышло. Персель, все, будешь смотреть, как машины ездят, как люди ходят, да? Ну, мне кажется, он чувствует себя там в безопасности и за тюлью как бы защищен, но все видит при этом. Хищник. Потом, кстати, придут дети на новоселье. Персель любит детей, он будет с ними играть. А мы немножко переживаем, как бы все не разнесли. Но куда деваться, пора начинать жить. Это же не какой-то музей, да? Хотя, честно, вот как бы боимся пока до чего-то дотрагиваться, чем-то пользоваться. Боимся, что сломается, испачкается, испортится. Это вот как новый телефон. Эффект нового телефона. Первый месяц ты ходишь вот так, а потом уже там он летает у тебя по квартире, ты не замечаешь. Надо вот прижиться, прижиться надо. Так, Персель решил поисследовать диван. Вот за диваном мы переживаем больше всего. Будет ли он его драть? Потому что здесь есть такое место, очень даже хорошее для того, чтобы его подрать. Лакомый кусочек. Зеркало. Стой, здесь другой кот. Ну что, Персель нравится? Заценил? Мне кажется, да. Мы для тебя старались. Ваше Величество, добро пожаловать. Если вам что-то нужно, звоните в колокольчик. Я тебе первый раз смыт руки. Это надо заснять. Да. Мы трезли все вещи. И сейчас будем потихонечку все захламлять. Это мое любимое дело. Где там мой хлам? Да, смотрите. Это все, что возьму я с собой. Еще не все. Еще много чего надо тащить. Посуды накупили. Всякая шматья. Сейчас надо первым делом поставить кошачий лоток. Я зову Персея, понятия не имею, где он. Вообще. За диваном нет? На подоконнике нет? Все, пропал. Пропал мужик. Так, и сейчас мы покажем вам, где теперь будет стоять лоток Персея. Постирочный. Да. В общем, смотрите, прям идеальное место для кота. Он здесь никому не мешает, его не видно. Смотри, когда заходишь, его практически не видно. Единственное, хотим заказать другой лоток, чтобы он был черного цвета, потому что этот немного не вписывается. Хотя, в принципе, и так нормально. Но думаю, вот взять черный. Как считается, лучше будет черный? С этой квартиры мы взяли второе одеяло. Мы любим спать под разными одеялами, но перед тем, как его застелить, мы хотим его постирать. У нас есть стиралка, сушилка, мы говорим, давай, постираем. Так, вот эта стиралка. Я еще немного путаюсь, потому что никогда это еще не делала сама. Закрываем. У нас получается стиралка на 8 килограмм. И спокойно разъезжаем. Мы взяли временно этот порошок, такой контейнер. Кстати, мебельщики забыли нам прикрутить вот одну штучку. Завтра должны прийти. Кстати, они завтра здесь утра должны прийти. Да, забыл сказать. Кондиционерчик, чтобы все вкусно пахло. Ромочку. Ваше здоровье. Вот это, кстати, мой любимый аромат. Знаете, есть цветочные ароматы, а есть свежие. Там морская свежесть, скандинавская весна, альпийские луга. Вот я люблю такие больше. Свежие, зеленые, синие. Так, ну давай, Светик, ты сейчас будешь включать. Мы уже один раз стирали, проверяли, все работает. Включаем. Так, ну погнали. Вкл-выкл. Ага, надо держать. А, ладно. Все. Вот. Одеяло. Одеяло. Он стоит. Ну, выпери его еще раз. Это знак крутится. Ага. Здесь, в принципе, ничего трогать больше не нужно. Любить старт. Мы сейчас вешаем когтеточку. Домик. Когтеточку мы не взяли, потому что он ему уже не особо нравится. Он вырос из него. А ради когтеточки брать неохота, потому что он уже такой. Не очень вписывается в интерьер. Поэтому в Икее заказали вот такую когтеточку. Она, в принципе, такая симпатичная. И я надеюсь, что она ему понравится. Вот. Поэтому, кстати, взяли стол с такими ножками. А не вот, когда крест-накрест. Здесь вот можно прицепить ее. И спасти диван. Я надеюсь. Мы хотим лучше зафиксировать когтеточку. Она там немножко топорщится. У меня есть такой сундучок. Здесь у меня иголки, нитки. И они тут такие, что ли. Вот, кстати, ребята, сейчас стиралка работает. Ее вообще не слышно. Где-то вдалеке. Хлазильник слышно сильнее, чем... Стиральную машину. Потому что там, получается, сначала шкаф закрывается. Потом дверь. И сама по себе она тихо работает. Ну все. Зафиксировали когтеточку. Пришили. И теперь она не топорщится. Так что красота. Вот, посмотрите. С этого ракурса она немного отходила. А сейчас все красиво. И, кстати, она прям хорошо вписалась в интерьер. Как будто она там всегда и была. Кто купил? Светик, молодец, кстати, нашла. Прям супер. Супер идея. Так, первое чемодан разобрали. Все потихоньку выгружаем. И посуду, которую мы привезли, я уже загрузил в посудомойку. Хочу ее промыть, чтобы она была новая. И сейчас выгружаем дальше. Смотрите, заказала такую штуку. Это для красной икры. Ну, можно для черной, но на картинке красной. Такое ведерочко. Сейчас как раз пригодится. Да, мы купили вкусную икру. Прям в магазине рыбную. Они сами ее солят. Она не сильно соленая. Кстати, где она? Там. Мы ее взяли, надеюсь. Где пакет с едой? Блин, она в холодильнике была. Я из холодильника была. Ну, все, сейчас найдем. И посмотрите, как я загрузил посудомойку. Ну, как бы, я еще не знаю точно, как хорошо загружать. Но вроде бы все правильно. Все перевернул. Второй этаж загрузил тоже. Две сковородки, кастрюли. Все это делаем сейчас. По-моему, надо таблетку закинуть. Таблеточки у нас. Так, здесь уже ящик для пакетов, да? Да. Возьмем таблеточку, кладем сюда. Накрываем. И теперь давайте подумаем, какой выбрать режим. Во-первых, включаем. И сразу стоит режим на 4 часа. Здесь еще можно потыкать. Вот, выбрать режим на 2 часа 40 минут. Мне кажется, это будет оптимально. Можно еще экстра выбрать, потому что у нас там сковородки, кастрюли. Ну, пусть 3 часа ее и помучает. Посмотрим. Так, что у нас здесь? Подожди, сейчас я закрою. И посмотрим. Все. То есть, выбрали режим. Загорелась красная кнопка. Слушай, там уже вода пошла набираться. Все. То есть, запустили. Это красота. Вот это мне нравится. Скалывают роботы. А не человек. Здесь будет стол кота. Я думаю, здесь хорошее место. Ну да. Что думаешь? Ну, лучше уже не найти. Ну да. Разгружаем второй чемоданчик. И у нас здесь еда. Фарш замороженный. И, кстати, наша бутылка вина приехала. Но ее будем открывать на новоселье. Да. А здесь, кстати, немного помещается. Мне Саша подарил вот такой пюкет. Это клубника в шоколаде. И сегодня мы будем с шампанским на десерт ее пробовать. Она немножко подтаяла, поэтому лежит в холодильнике. Еще у нас здесь немного фруктов. Я свой тортик уже уложила. Ананас весь холодильник занял. По сути, да. Холодильник для ананаса. Еще в морозилку положим рыбу. Мы закупились. Это морской окунь. Мне, кстати, нравится. Соль, перец. На сковородочку. Очень вкусно. Это мы с Сашей рыбу солили. Тоже в морозилку она пойдет. И котлеты. И семги. Все, они растаялись. Срочно надо. Наверное, нам все по маленьким пакетикам, чтобы держалось. Ну, все, все, все. Как думаешь, хватит на место морозилки? Ну, если ты продолжишь столько есть, то нет. Я шучу. Это меня касается. Ну, конечно, хотелось бы больше. Это не серьезно. Мне мама иногда дает на зиму компот варить. Вот такой мешок абрикос. Говорит, в морозилку бросим. Ага. Куда? Слушай, я придумал. У нас вот здесь есть розетка. Для чего? Для второй морозилки. Да, мы сюда морозилку вот такую просто бахнем. И все, проблема. До потолка. Да, проблема решена. Прикинь, заходишь, у тебя морозилка сразу стоит. Кайф. Я сейчас выбрасывала мусор, вот так наклонилась и ловлю себя на мысли, что я вот так поднимаюсь. Потому что у нас там, в той квартире, я всегда, когда вставала, я билась вот об эту штуку, об эту дверцу. Здесь она открывается далеко, поэтому я не бьюсь. Я такая встаю и аккуратненько, как в той квартире. А потом раз, входит и выходит. И не бьются чудеса. Кстати, сейчас активно заработала посудомоечная машина. И можете послушать, как она шумит. Это, тихо. Вот сейчас вода там. Но это не сильно отвлекает. Ну да, я вообще не обращаю внимания. Разбираю продуктики. А так как у нас сегодня праздничная вещь, мы решили купить праздничные еды. Швейцарский сыр, колбаска из Сан-Марина. Потом какая-то из Франции. Утка, сырокопченая грудка. Фуагра. И швоз, царский сыр. Фуагра взяли настоящие. То есть, бывает, знаете, в составе там написано... Свина печень. Ну, что-нибудь такое, да, ерунда. Вот посмотрите состав. Какой должен быть. Да, вот тут хорошая марка. Настоящий фуагра. Вот здесь состав. Вот смотрите, утиная печень, видите. Вода, соль, коньяк, сахар, специи. То есть, такой состав. Тоже должен быть. Обязательно коньяк должен быть. Конечно. Можно без специй. И даже без печени. Это будет тоже хорошо. Можно брать. Хамон. Тоже из Сан-Марина, да? Да. Мы там были, нам понравилось. Поэтому решили оттуда брать продукты. Нет, мы просто решили иностранного всего набрать. И вспомнить наши поездки. Это мы купили, кстати, в магазине Метро. И вот, купили еще икру слабосоленая. Она стоит у нас 1200 рублей за 250 грамм получается. Вот. Напишите в комментариях, сколько у вас такая стоит. Потому что говорят, что в Саратове цены на морепродукты, рыбу и икру одни из самых низких в России. У нас вообще на все практически. У нас вообще классно. Приезжайте к нам, у нас прям халява. Еще хус. Хус. Майонез. Да. Натуральный. Мы иногда едим майонез. Я буду готовить рулетики с баклажанов на новоселье. Поэтому. Кстати, ребята, смотрите. Вот этот майонез с хорошим составом. Вроде как. Не знаю, Светик, какой взяла. Нормальные взяла. Кстати, очень удобно здесь снимать видео. Готовку всякую. Я думаю, поснимаю какие-нибудь хорошие рецепты для вас. И будем вместе с Сашей все пробовать. Может, с мамой снимем какой-нибудь выпуск. Она тоже много чего умеет. Масло. Вот. Мы любим такое. Яйца перепелиные. Лимоны. И яйца куриные. И это кошачья еда еще приехала. Все. Кота мы пристроили. Вот только где он? За диваном? Он в другие комнаты не ходил? А нет. Он сидит там за занавеской. Иногда выглядывает. Но еще боится выходить. Ну, хорошо, что не мяучит. Но, кстати, когда мы возили его к родителям, он тоже засядет. Сидит пару часов. Но потом привыкает. Осваивается. И нормально. Кстати, когда мы его возили к родителям, он шипел. То есть, он проходил мимо котов. Такой. Строил из себя плохого парня. Он сидел в миске Патрика и не давал Патрику есть из его же миски. То есть, он караулил и свою миску, и миску Патрика. Вообще никому не давал есть. Я думаю, божечка, ну ты чего? Сейчас они толпой с Аленкой скооперируются, они в тебя наваляют. Кренделей! У нее отходил такой деловой. Мне даже стыдно за него было. Кстати, заметил то, что ты ходишь без тапок. Кстати, не холодно. А мы себе тапки купили. Показать? Ну, покажи. Ну, смысл какой, если мы их, в принципе, не будем носить, потому что не холодно. Это тапки для Саши. За Архлом. Хорошие у меня тоже. А я для гостей с Икеи. Причем только один. Кто первый придет, давай тапки. Сказали, фикс прайс, такие же за 100 рублей. Также через месяц разлетятся в хлам. Да ладно, чего вы прям так уважите? Что думаешь, нет? Нет. Я не верю. Ну, кстати, вот кто именно любит в тапках ходить, гости придут, оденут. Ну, так прикольно, они такие мягкие, правда. Да, они у тебя вообще воздушные облачка. Как на боках. Моя подруга. Это же трин. Сколько? Четыре года мы ждали, чтобы ее открыть. Четыре года. Ребята нам ее привезли из Краснодара. Мы такие, о! Они говорят, нет. Вот как купите трешку, тогда и откроете. Это вам на трешку. Я думала, этого не будет никогда. Да. Можете ее забирать. Ребята мне одарили на 30 лет. Да. Четыре года прошло. Мы тогда-то все скребли, купили однушку, сделали ремонт, выдохнули. И они такие, я это вам на трешку. Да. Я говорю, о! Пощадите, пожалуйста! Так долго зарабатывать на трешку вы че? Они такие, нет, все, никаких. Ну и в итоге нам пришлось зарабатывать деньги, чтобы купить трешку и чтобы в итоге открыть эту бутылку. Вы думаете, зачем мы купили трешку? Вот, чтобы открыть наконец-то. Время пришло бутылку открыть. Давайте я вам еще покажу, какие мы купили тарелки. Вот мне не хотелось покупать какие-то фельдиперсовые, дорогущие. Потому что тарелки, они бьются. И купишь набор там на 6 персон. Одна разобьется, все, это уже не набор на 6 персон. И мне вот уже 4 года очень нравятся тарелки марки Luminark, как-то так они называются. Они просто идеальные. Вот у нас они уже 4 года. Вот, отлично, не коцуются. Здесь нет никакого бортика. Идеально моются. То есть ничего вот здесь вот не застревает. Они красивые, ничего лишнего. Вписываются в любой интерьер. На них очень красиво смотрится еда. Любая еда смотрится вот как на холсте. Вот, мне нравится. И сейчас они со скидкой в ленте по 80 рублей. Всего лишь. Представляете? За тарелку. И они очень прочные. У меня сколько раз они падали, они не бьются. Но реально вот они такие. И приятные на ощупь. Поэтому мы взяли еще, чтобы у нас для всех гостей были тарелки. Потому что гостей много. Вот стол разложим. И у всех будет хотя бы вот такая тарелка, чтобы положить салатик, мясо, какие-то закуски. И они не занимают много места на столе. Поэтому, кто ищет хорошую, недорогую посуду, вот обратите на это внимание. Придается в метро, в ленте. Ну, можно поискать в других магазинах. И давайте я вам еще быстренько покажу, что у нас здесь. Кстати, у метро они подороже. Ну, подороже более чем. Да, да. Здесь кошачий отдел. Вот эта вся полка. Это его отдел. Здесь будет лежать его когтеточка. Его корм жидкий. Его корм сухой. Мы уже купили 10 килограмм. Его хватает где-то на полгода. Вот такого мешка, да? Кажется, как он такой маленький. Жирает столько. Легко. Просто. 50 грамм каждый день. Вот сила времени. Мы с Сашей об этом говорили. Многие люди говорят, как накопить много денег. Каждый день там по 50, по 50. И за полгода это приличные деньги набегают. И этот мешок наглядно это у подтверждения. Чтобы вы лучше меня поняли, наш маленький кот это съедает за 5,5 месяцев. Один. И это нормально. Кстати, многие думают, что большая упаковка это дорого. Это как-то накладно. Объясняю. Мы как бы любим экономить. Точнее, мы не любим переплачивать за то же самое. За раз дороже. Если покупаете маленькие упаковки, то полтора рубля за грамм. Если большую упаковку, то получается в два раза дешевле почти. За грамм. Там что-то 70 копеек за грамм. Честно, я вся уже вспрела. Дома жарко. А мне, чтобы переодеться, надо что-то погладить. Поэтому мы сейчас все разложим. Я, может, даже надену платье. Начинаем раскладывать смоющие принадлежности. Смотрите, мы купили красивые зубные щетки. Черные. Они хорошо вписываются в интерьер, как мне кажется. Ничего лишнего. Это щетки Oral-B. Они на самом деле тут вот это какая-то фиолетовая, а у Саши синенькая будет. Вот. И красиво. Еще нам нужно навести вот здесь прядочек, разобраться с тряпками. Но мы хотим еще кое-где протереть. Поэтому пусть пока тут лежат. И хорошо, что у меня теперь эта полка закрытая. Не будут пылиться тюбики. Не будут вот здесь вот пылиться полочки. Потому что каждую неделю вытираю эту пыль. Эти банки мою. Прям, вах, честно, уже надоело. А здесь набрал всяких разных банок. Я закрыл. Все, их не видно. У тебя не выставка шампуней. Вообще, хочу, чтобы все было спрятано. Максимум расческой нужно лежать. А так, будем стараться поддерживать вот такой порядок. Так, стиралка заканчивает. И вот, можете послушать, как она на максимальных оборотах шумит. Ну, в принципе, нормально. Немного потрясло. Кстати, прикольно то, что здесь сделали расстояние. И как раз вот эта штука, это знаете что? Это для сушильной машины. Сюда ставится обувь. Видите, сюда купальники можно. И еще одежда из шерсти. Сюда обувь. И в этом контейнере она сушится, чтобы не повредилась. Еще забыли вообще вам про это рассказать. Мы здесь вывели вентиляцию, чтобы влажность и жар от стиральной машины, от сушильной машины уходил сразу туда. И если руку поднести, то здесь прям чувствуется такая тяга есть неплохая. В общем, одеяло постиралось. И теперь одеяло автоматически переползает в сушильную машину. Этот процесс достаточно медленный. Нам его не видно. Но это вот так работает. Как-то здесь придумали. Ну, в общем, переползает сам по себе. Ну, прикольно. Да, шучу я, шучу, конечно. Нужно вручную перекладывать. Вставляем его сюда. Места есть много. Хорошо. Закрываем. Включаем. Свет загорелся. Так, режим одеял также ставим. Ну и жмем пуск. И все. Включился мотор. Сушит воздухом. То есть он нагревает горячий воздух. И просушивает. Мы переоделись. И сейчас у нас будет самое интересное. Будем открывать шампанское. И вместе с Персией. Куда он под желтым? Отмечать наш первый вечер в квартире. И у нас камин. Он же телевизор. А что ты там готовишь? Ну, у нас брускетта. Все как положено. Так. Короче, бутеры. Ага. Ага, главное потом. Только посиди, пожалуйста. Как нам, помнишь, открывали шампанское в Турции? Валаня мое. Да, я помню. Мое. Пол бутылки на стол. Нужно откроть. Вау! Такс. Мы пьем блюд. Любим именно его. Потому что он не сладкий, не приторный. Ну и вообще, кто разбирается на пик. Там в вине, в шампанском. Они все пьют блюд. И мы на него подсели. Поняли, что, да, действительно, брут, это круто. Поэтому берем только его. Ну что, Светик. Поздравляю тебя с первым вечером в этой квартире. Я считаю, это знаменательный день. И я очень рад, что мы наконец-то сюда переехали. И можем с чистой совестью, с чистой душой отметить спокойно вдвоем. Я очень рад, что мы закончили. Теперь будем здесь жить. Поздравляю. Поздравляю. За вас. За тебя. Я не знаю, почему мне не хочется громко говорить. Не знаю, какая-то такая сейчас атмосфера волшебная. Я вышла из спальни. Саша включил музыку такую красивую. Такой красивый свет. Ну что, я делаю нам закусочки. Такой красивой подставки. И, кстати, здесь гравировка под сыром. Вечное лето. Это нам сделали, ну как, под заказ наши зрители. Они делают такие штуки очень удобные. Сейчас я готовлю закусочки. Нужно уже доставать клубничку. Сейчас все нарежем. Красивенько отпразднуем. Вот так долго это ждали, ребята. Мы хотели переехать еще летом. Но не вышло. Но мы не унывали. Мы знали. Такую поговорку мы всегда произносим. Кто знает, чего он хочет и умеет ждать, получает самое лучшее. Мы будем за тебя. За твою ответственность. За то, что ты все четко продумал. За то, что ты не соглашаешься на меньшее. За то, что ты знаешь, чего ты хочешь и готов за это заплатить. За твое усердие в этом ремонте. Ты все выбирал с любовью. Я иногда смотрю, время 2 часа ночи, он выключатели выбирает, подрозетники. Или светильник. Сравнивает, читает обзоры. Так дотошно. В хорошем смысле. А я как бы отдыхала. Я только подходила, говорила, нравится мне или не нравится. Мне ремонт дался легко. А Саше, я думаю, что нелегко. А я делаю все с удовольствием. Я вообще не уставал, когда выбирал, потому что мне это нравится. И, в общем, я хочу сказать, очень круто, когда мужчина любит свой дом, уважает свой дом, хочет, чтобы там было уютно, красиво, вкусно и тепло. Я думаю, что не взваливает это все на плечи женщины, потому что женщины во многих вещах не так хорошо разбираются, как мужчины в постройке. И классно, что ты взял на себя эту ответственность, вот как взял с самого начала и довел до конца. Вот есть такое выражение, ремонт нельзя закончить, ее можно только начать. Саша сразу сказал, мы его закончим. Мы въедем, когда будет все. Я думаю, ну, прикольно. И так и получилось. Вот мне в тебе это нравится. Ты всегда доделываешь дело до конца. Не важно, сколько это займет времени, сил, денег. Ты вот всегда держишь слово. Так что я хочу выпить за тебя, чтобы ты всегда таким оставался, потому что очень классно быть рядом с таким человеком. Персей, ты вышел из норы. Ура! Ура! У тебя там водичка. Ты тоже можешь к нам присоединиться. Смелее. Вот. И давайте выпьем за вас. Очень много было хороших комментариев. Очень много было дельных советов. На что вам большое спасибо. Мы их приняли во внимание. Вот. Теперь будем стараться купить эту кофемашину, которую нам посоветовали. Тут, правда, для нее уже есть место. И хочу пожелать всем счастья. Я как это, как Новый год. И чтобы ваши мечты сбывались. Чтобы вы не соглашались на меньшее. Если вы мечтаете о большой красивой квартире или о большом красивом доме, не важно где, хоть в Нью-Йорке, на Манхэттене, пусть так и будет. И пусть это вам дастся легко и с удовольствием. Отлично сказали. Тут, ребята, кстати, посмотрите флаграм. Кажется, мало, да, вот в упаковке. А вот мы уже сколько бутеров сделали. И еще где-то половина в одном контейнере. И еще второй контейнер. Так что, я думаю, у нас на две тусы его хватит. Красная корка. Мы сейчас попробуем. Просто обалденная. Молосольная такая, свежайшая. Уточку кладем. Классно, когда вот все доделано, да, и можешь с легкой совестью. Мы с Сашей всегда вот. Первая работа, потом отдых. Мы даже вот в Таиланде, когда видео снимали, мы иногда ели там очень поздно. Потому что пока не смонтируем, пока не отснимем. Все, никакого отдыха, никакой еды. Время половина двенадцатого. Ночи. Но нас это не смущает. Мы вообще вчера хотели приехать. Тоже поздно. Сегодня хоть все успели. Все очень вкусно. Все очень красиво. Сейчас сидим и поздравляем друг друга. Нахваливаем друг друга. Какие молодцы. Тоже полезно. В общем, очень хорошо проводим время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова